106 серия. Участок Мужанск, Магадан. Десятый день движения. Десятый день движения. С такими подписчиками очень некомфортно. Во-первых, не знаю, что это мужчина, женщина, дети. И потом на содержание комментариев обращаю внимание. Вот активные пользователи артобот. Что такое артобот? Я не знаю. Мужчина, женщина или семья. То есть супруги написал, что через УП еще Иртыш идет. Только на съезде будет автодорога Байкал Р-255. Мы чуть-чуть ошиблись. Я ответил письменно, что не ставил перед собой цель показать название трассы с точностью до километра. Ориентировался на населенные пункты и яблокс-карту. Важно было показать трек ориентировочно на местности, где идет съемка. Я думаю, это самое главное, а не точное название дороги и ее обозначение. В отношении обозначения дорог я разделяю на два класса. Первый класс, вернее, один класс – это государевые дороги. Второй класс – это скоростные магистрали. Их обычно называют платкой и бесплаткой. Но бесплатных дорог у нас нет. Я уже об этом говорил в комментариях. Бесплатные только козди тропы в горах, до тропинки в лесу. А все остальные магистрали, они оплачиваются налогами. Это первое и второе – скоростные магистрали. Здесь участвует или это частный бизнес – вложение состоятельных людей в дороге. Разница между скоростными магистралями и государевыми дорогами, но вы можете наблюдать по видео. Много таких видео в интернете. У меня тоже будет участок, когда я буду двигаться по скоростной магистрали. Это уже на последних сериях маршрута. Государевые дороги оплачиваются за счет налогов, а скоростные магистрали – это за счет частных инвестиций. Дальше этот пользователь пишет. Либо я что-то намудрил, либо ваше близко. Смотрите, вы съехали с окружной Новосибирска, это Р-254 «Иртыш». И вы заехали на Р-255 «Байкау». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я еще раз хочу обратиться к этой теме. Я не ставлю перед собой цели с точностью до километра указать название дороги. Это ориентировочное, примерное место нахождения автомобиля и место съемки. Что касается нынешней маркировки для названия дорог, я не знаю, почему так вот путают людей. И эти номера, там, Р, А, М и так далее, есть вообще без номеров какие-то цифры. Ну, это, возможно, специально путают людей, чтобы никто ничего не мог понять, и никто бы не стал в этом разбираться. Зачем это делается? Ну, я предполагаю, озвучивать не буду. Мое мнение, я бы, например, дал название следующее, что касается государевых дорог. Скоростные пусть называют, как хотят. Так вот, государева дороги, на мой взгляд, должно быть трех категорий. Государева дорога первой категории, которая определяется количеством полос на проезжей части 2 на 2. Потом второй категории трех полос, где периодически меняется количество полос в разную сторону. И третья категория федеральной, это государевые дороги, это по одной полосе, туда и обратно. Можно добавлять название, например, там, Волга, Ака или Сибирь, Урал, неважно. Можно добавлять название, но оставить три категории, потому что, когда огромное количество вот этих разных наименований, определить ее важность, степень к ней отношения, крайне затруднительно. Это птичий язык автодорожников, и мне его очень трудно понять. Я его, например, не понимаю. Кстати, двигаясь, я иногда буду останавливаться возле дорожных счетов, на которых информация, как называется, дорога, там, сроки ремонта, ответственные, номера телефонов и так далее. Я не картограф и не сотрудник Росавтодора, поэтому мне крайне сложно разобраться в этих названиях. Вот, например, тоже пишет R256, не 296. На Яндекс.Картах все намудрено. Извиняюсь, тут я тупанул. R255 – это Сибирь, а R259 – это Байкал. Прошу прощения. Да чего вы мне просить прощения? Тут любой, я думаю, нормальный человек, у него крыша поедет от тех названий, которые сейчас существуют на территории России. Повторю, что это мое личное, частное мнение. Я не являюсь ни картографом, ни сотрудником Росавтодора. И еще такое пожелание, значит, чтобы мне было более-менее комфортно общаться, я должен знать, с кем я разговариваю. Мужчина, женщина, там семейный, например, диалог идет. Это элементарное уважение к собеседнику. Я уже говорил, что я заблокировал несколько пользователей, ставят там человек, наверное, 20 или 30, которые вот используют в логине или в ники просто набор букв, цифр, бессмысленное содержание. Прошу это учесть и принять к сведению. Ну, а сейчас смотрим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Надо сфотографировать машину по Непиновской области. Продолжение следует... Пойду, фотографирую автомобиль на фоне Кемеровской области. На фоне стелла Кемеровской области. Продолжение следует... 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 Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Делаю фотографию и отправлю, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Дорога радует в Кемеровской. Дорога радует, чтобы он был первым на фоне Кемеровской. Вот нормальный технический объезд, дорога на асфальт, на длине светофора и регулировщика. Вот такая же была ситуация и в Пермском крае. Когда технический объезд делали предварительно построив. Вот впереди пробащи. Навигатор показывает. Что могло произойти? Там, по-моему, светофор стоит. Поэтому показывает затор. Вот тут основание мы сделали. Посмотрим на оценник заправки. В каждой области идут дорожные работы. Сейчас пройдут встречные. Посмотрим на оценку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продвигаться можно, да? Да, давай, выдвигатель. Чё, бля, в этот раз я лодрейку с проводами выиграл. В этот раз я лодрейку с проводами выиграл. Тебе хватит, да-да. Странно, кружечки затерялись. В бардачке нет, в кармане нет. Ну, вот резервные пригодились. Проехал всего ничего, уже очки потерял. Субтитры сделал DimaTorzok Звенящая тишина. Вроде бы субъективные такие вещи, да? А можно же пойти, в принципе, и сдать анализ, если очень хочется. Тут же самый анализ крови. Вот он был, месяц прошёл, а вот оно как бы и после. Ну, можно сделать очень просто. Конечно, сдали анализы, пропили курс по книжке, потом сдали второй раз, и вот объективный контроль. Так, всё, у нас осталось совсем много времени. Подарки, скидки, что в комплекте, всё выкладываете на чистоту. Доставка есть, да, во всей региону? Вы знаете, это восстанавливаем мы по всей стране. От Калининграда до Владивостока. Доставка в каждую квартиру. Доставка в сегодняшний раз будет бесплатно. Телефон запишите 8, 800, 505, 505, 805. Задолбали мы своей рекламой. Задолбали мы своей рекламой. Париваете, париваете. Задолбали мы своей рекламой. Задолбали мы своей рекламой. Задолбали мы своей рекламой. На парковке, где я сегодня останавливался, охранник Сейчас не буду предъявлять, чек не дает Хотел по сути с ним на эту тему, но не все понимают юмор Человек, вещество юмор, это, на мой взгляд, ущербный Так, строится новая с правой стороны дорога из Кемерово-Курнавка-Сибирск Опять реверсивное движение, значит, что вырежет Что еще дальше у нас? О, еще там что-то есть Ну, это временные трудности, это можно пережить без проблем Так Ну, как там дома? Все, ремонт закончили, нет? И все еще продолжается Поехали! Ух ты, за мной хвост капает! С километра и меньше Так что, ребята, долго будете ждать Впереди еще один заторчик Кемеровская область Кемерово-Курнавка-Сибирск Кемерово-Курнавка-Сибирск Большая область В России Был Сейчас, наверное, выровнялся Ух ты Ух ты Ух ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok